Удачи на ближний штат! Удачи! Аут! 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 У меня нет слов. Алоха всем, друзья, снова рады вас видеть. Это мы, Броуки, и мы в финале медийной футбольной лиги 4 сезона. Путь был очень долгий и жесткий, потому что еще полгода назад мы об этом давно рассказывали. У нас ушла часть игроков, нам нужно было строить команду заново. И сейчас у нас после финала МКС сразу еще и финал МФЛ. Мы этого достигли благодаря тому, что не проиграли ни одного матча на групповой стадии, стадии плей-офф. Мы забили 15 мячей, пропустили совсем немного больше всех в этом сезоне. Илья Мазуров – лучший бомбардир лиги на данный момент. Илья Гелезудинов – лучший ассистент. И фактически сейчас мы фавориты. Но половина футбольного комьюнити болеет против нас, лишь бы Егоров и Райзен не выиграли. Как бы там кто ни ставил, и мы должны доказать и переехать. И мы переедем завтра. Ну а мы тем временем все равно находимся в Волгограде. Каждый долбанный матч против нас болеют. Это было и в Калининграде, это было еще и на Москвиче. Все желают нашего поражения. Но хрен вы его дождетесь, потому что мы питаемся этой энергией. Стоим против вас и готовы уже выскакивать против Титана. Смотрит этот матч, потому что все-таки Олешак долгое время играл в этой команде. На невероятной Волгоград-арене, которая выглядит потрясающе. Мы вчера были на экскурсии, Титан на нее не поехал. Он не наполнился духом победы. А мы побывали на самом деле на очень важном месте историческом, которое перевернуло исход целого мира. Целого мира. И мы здесь, в центре этого самого мира сегодня находимся. Да, для игроков было это очень важно. И, соответственно, даже Костя Корш на пресс-конференции рассказал, как на него повлиял поход на Мамая в Курган. Мы вчера прилетели, отдохнули, выспались. И сегодня с утра поехали на экскурсию. Посетили такие места крутые. Всем советую обязательно. Потому что эмоциональный заряд я лично получил там максимальный, мне кажется. И как раз таки вот этим зарядом я буду делиться завтра со своей командой, чтобы они с этим же духом выходили завтра на этот матч. В конце же у нас не обошлось без проблем. Они всегда возникают. Главный из них это травма Гилия, Антона Васильевича Заснина, Аюба Грине. В прошлом году у меня оторвался привод на МКС. Травма называется стрессовый перелом большей лицовой кости. Плата. Он до конца сезона? Да. В течение недели буду лечиться. Там процедуры делать. Там... Что нужно было делать? Ну, во-первых, повреждения были такие еще до игры. Становилось понятно. Только чудо их может спасти. Но чудо у нас смарт-рекавери. Они проходили все процедуры. Им кололи плазму. Все, что только есть в медицине. И если вот сейчас вот мы стоим, если они действительно сыграют, это прям просто будет говорить о том, что Россия в медицине впереди планеты всех, а смарт-рекавери впереди России. Смарт-рекавери и Диана. Спасибо за Диана. Она делает ее лучшим каждый день. И знаете, ребят, вообще то, что мы находимся здесь, это огромная заслуга смарт-рекавери в этом. Потому что по ходу сезона количество процедур, которые сделали наши игроки, мне кажется, ни в одном европейском клубе мира столько не было. Потому что мы там ночевали. Гиля, все гриня, такую серьезную травму в такие кратчайшие сроки залечил. У него перелом был одной из костей. Я не стрессовый, по-моему, перелом называется. И вот он просто на самом флажке восстановился, потому что, вы знаете, у нас была некая проблема с медийными в прошлом матче. Да, я сейчас, блядь, выйду. Расскажи, почему ты выйдешь? Потому что не хватает у нас лимит по медийным, а я лимитчик. И сейчас я выйду, блядь. Здесь мы сделали работу над ошибками, чтобы при любом сценарии не допустить того, чтобы нам кого-то не хватало на поле. У нас теперь есть запас медийных, у нас есть запас голодных. Смартер-кавери спасает всех, конечно. Ничего, восстановился, вроде нормальные ощущения. Чувствую себя, вот две тренировки потренировался спустя уже столько времени. Потому что, если что-то сегодня нужно будет помочь, то я обязательно не скачу. И форма есть, как у Манчестер-Сити. Которые в ней тренируются. А это все благодаря кому? Компания Футбол Мания. Которая нам подогнала такие комплекты, с которыми теперь ассоциируемся мы. С триколором. Здесь все в триколоре. Пощупав, что Волгоград встречает кого? Нас. За броуков на самом деле волгоградский народ. У нашей команды поддержка будет. Это те люди, которые броуки. Прямо они сказали, мы любим броуков, мы будем орать. А не то, что вот покупили и заставили. Или еще как-то вот бесплатно. Или еще пришли вот на ту трибуну. У нас все, как бы, ребятам, я говорю, может сделать билет. Они говорят, нет, мы там уже купили, мы придем. Потому что мы хотим, мы болеем за броуков. Мы даже не знаем, с кем вы играете, нам не важно. Мы хотим, чтобы ты выиграл, чтобы ваша команда победила. Мы здесь это увидели. То есть, мы за вами следим. Три финала у вас, два в году. То есть, вы уже практически созрели для того, чтобы войти в топ-3 однозначного медиалиги. Да, потому что это будут активные те болельщики, которые именно с душой пришли отдаться победе, подболению и чтобы они выиграли. А на той трибуне это будет разнобой. Это будут лишь бы ходить, смотреть. Я уверен, половина уже сюда придут. Потому что они увидят, как это выглядит. Не вот эта вот фейк-история Титана, когда они там Академии свели. И то непонятно, за кого эти Академии будут болеть. Потому что мы готовим диверсию. Мы готовим диверсию. Шедвелл называется, прорыв на чужую трибуну. Это получается, знаете как? Мы туда вот прыгнем, вот в этом море. Создадим свой островок, который свое влияние на все эти воды распространит. Поэтому у нас будет ультра на их трибуне, которая заставит их болеть за нас. Ну что еще сказать? Мы вообще в этом сезоне получаем удовольствие, уже меньше супер нервов. Мы уже знаем, что у нас спортивная часть хорошо выстроена. Мы уже знаем, что у нас и спортдиректор, и тренер, и весь штаб, и медицина, и форма, и все. Мы растем. И сейчас мы реально готовы к титулу. Если раньше мы не были, у нас чего-то не хватало, то сейчас мы 100% готовы к титулу и идем его забирать. Поехали на стадион. Погнали. В целом всю психологию мы с вами проговорили. Играем в футбол, парни, в таком же ключе, как вы играли в футбол всю свою жизнь. Мы играем в футбол, чтобы отдать, чтобы сохранить, чтобы обыграть, чтобы забить гол, чтобы защититься. И чтобы мимо меня ни одна живая собака не пробежала. Мертвая, проползти, может быть, живых мимо меня не проходит. Все, готовимся, минута, и мы идем на тренировку. Ну, разница. Короче, только приехали на стадион и сразу посмотрите, Егор Губинио. Ну, что ты мало взял? Что за маленькая порция? Не, молодцы, ребят, удачи. А выход? Вот скажите. Оставь нам чуть-чуть, хотя бы одну пачечку. Ну, на полу упала. Томазу расставь, пожалуйста. Ну, что, это финал. Парни, я, находясь здесь, благодарен жизни, что так повернулась вот моя футбольная дорога, что я стою здесь. Ну, не просто стою здесь, пацаны, а стою здесь в кругу таких людей, как вы. Я очень горд, и я очень капусь нашей командой. Пацаны, я убежден, блядь, это наш день, блядь! Даааа! Ну, вот еще любопытный статистический факт. Егоров со своей командой в основное время не проигрывает 12 матчей. Сегодня 13-я игра, а началось это со второго тура третьего сезона. Внимание, дальняя попытка, и Арбини ловит этот мяч. Повезет! Как вам везет, блядь, Титан! Что вы на таком стадионе играете? Поблагодарим лигу, блядь! Уровни российской премьер-лиги здесь рисковать не стал. И это попытка Мазура, лучшего бомбардира четвертого сезона, 6 голов. Тихо! Полетело! Сбрось туда! Там был, эти ребята знают, что такое финал, в отличие от броков. Если говорим про медиалигу, удар поворотом после подачи, это не очень опасно. Бля, Корж, опять ты выиграл, да, блядь, Вау? Ёбаный рот, нахуй ты тебя выигрываешь, блядь! Да, сейчас один из игроков, Брок Бойс, чуть было в танцах не оказался после своего брэк-дэнса. И вот здесь тоже элемент похожий и дотянулся. Били до мяча, более того, очень даже комфортную передачу отдал. И вот все, можно встать позиционно. Ну как встать? Двигаться тоже надо. Я имею ввиду обосноваться на чужой половине поля, чего брокки не делали давно. Закрепились, да, по хоккейному. Правда, спиной к воротам почти каждый из принимающих мяч. Обострять не получается. Обращаем внимание, как конструкцию держит Титан. Ни одного свободного футболиста у Броков нет. Если передача, то сразу тебя на приеме встретят либо в борьбу. И вот, пожалуйста, подтверждение. Ничего, две-три передачи максимум под давлением могут делать Броки, но такие подкаты, конечно, решают сегодня. Это такой синякообразующий подкат, когда и в мяч, и в то же время в ногу, и атаку уже через другой фланг догонит. Нет. Блядь, аккуратней, аккуратней, жестче, блядь. Он не просто хороший, исключителен был Вася Маврин. Поэтому посмотрим, как он в другом важном матче будет выглядеть. Он, конечно, выглядит с этой формы. Внимание, подача сильная, превратившаяся в косячок арбии. Это не косяк. А, угловой. Вы специалисты, вы мастера. Все, просто не хотели ставить, а сейчас все. Ну, нет, я просто подкинул. Форма, кажется, у меня форма. Вот это икс, икс, икс. Это худи Васи Уткина на нем. И она будто бы эта безразмерная майка ему как-то помешала. Так сейчас. Был нормальный вратарь. Удар! Ну, блядь, Джеки! Ну, ударки в ебаный угол! Шустикова. Вот кому-кому, а Шустиковой тоже я попрошу коллег его, может быть, при случае показать, центрального защитника Титана. Идеально органичная эта форма ему. Хорош, блядь! Он из Ливии! Такой, ЧБ с буковкой Т. Ну, блеск. Домой, блядь! Его еще выпустили под конец, тоже под штрафной. Но с него он пробил опасные и не забил. Поэтому... Блядь! 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 Третий это, третий! И прокидывает тоже, но... Правда, там слишком плотно. Али, кто из партнеров откроется? Надо, конечно, двигаться вперед, сделать предложение. В итоге он вынужден отдавать назад. Али, да подай ты, ебаный мяч! Выдавливай! 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 Титан, нахуй! Соберитесь! Титан! Соберитесь! Нет! Титан, нахуй! Нет! Титан, нахуй! Соберитесь! С уважением, блядь! Разгром! Это разгром! И вот момент у Титана может быть опасно! Удар поворотом! Ваня Зириков! Кто мне орет 1-0, нахуй? Кто? Блядь! Пизду вас, блядь! Никаких 1-0, нахуй! Пиздец! Что за передачи, ебаные, блядь! Знаешь, Зириков единственный вратарь, который после подобных ударов, вот я ни разу не помню, чтобы, знаешь, как все вратари делают встал и начал в защите валять. Что ты делаешь, как это... Нахуй такие слабые передачи давать! Вага подобрал этот мяч. Ошибка, кстати, была не первая уже у Rock Boys схожего свойства, когда на своей половине поля теряют мячи, помнишь там? Пизда, сейчас раздевалки будут, блядь! Все это положение вне игры. Более того, конец первого тайма. 0-0! Блядь, какой тупой первый тайм, блядь! Ничего не понятно вообще. Полное говно пока что есть сейчас. Но на самом деле, без шуток, если ими... Что ты все упоешь от меня? Без шуток, я назвал это пристрелочным таймом. Не знаю почему, не знаю как, но команды пока очень-очень... Это, знаешь, битва вот этих шахмат и вот это... Вот такое, что ты с этим связываешь. По три удара у каждой из команд. Чуть поудачливее, поточнее, титановцы. Угловых немало, кстати, семь. Вот стандарты, это, наверное, то, что сегодня может помочь какую-то из линий обороны вскрыть. И всего лишь четыре фола. Бля, лучше выбей его вперед, делай что хочешь, но не обыгрывай, брат, блядь. Не надо. Беготни много, беготни, просто, блядь. После того, как потеряли, сразу эти стометровки назад бежать, честно говоря, тяжело. Надо впереди зацепиться. Надо зацепиться, пацанин. Мы уже успели каждый, блядь, пиздато сыграть, каждый чуть насрать. Все как нужно. Все вообще хуительно. Так, а теперь... Скажите, когда я нахрал? Че? Это был... Агонский игрок, блядь! Мы тебя жжем, поставили. Сыграйте в бубок, разверните, поставьте в ветер. Через тему, в первом тайме к Алмазу пробил сам начал. Идеально. Пас, пас, пас. Вы вышли ему в удар. Пас, пас, вы играете. Давайте понастроим что-нибудь немножко. Сами немножко добавим. Все хорошо у нас с игрой. Терпим, спокойненько продолжаем в лучшем режиме играть. Так, в свои моменты у нас должны появиться ребят. Давай, давай, ребят! Группы могут в итоге встретиться в финале. Такое бывает крайне редко. Более того, Файтнайтс, команда, которая также была в этой группе, сыграла в полуфинале и сегодня сыграла матч за третье место. Ну а мы начинаем второй тайм. Тришин сделал невозможное, заставил Маврина заткнуться. Либо это партнеры по команде попросили, потому что... Давай, давай, давай! Можешь, блядь! Хорош! Хорош, блядь! Вася может приключения привести на ровный момент. А может быть просто финал такой. Блядь! Хорош! Мамочки мои, блядь! Вот она потихонечку. Вот, один в один. Где-то обел, где-то ушел, где-то пробил, где-то рикошет, где-то забил, где-то забил. Очень обсуждаемая игра. Но сейчас, главное, этих обсуждений нет. Скидка от Тавы, да? И еще один угловой. Вот так можно... Блядь, и хорошо же, а! И хорошо же подал! Ну, дама, блядь, ну куда-нибудь туда нахуй в угол! Футбол и Макана пришли сегодня все. Билеты недорогие. Подача... Ох, опасно! И здесь Арби. Блядь! Сука, за малым! Слово, от тех, у кого опыт есть. Арби никогда не был. Играл он ни за реальти, а, конечно... Да! 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 Не за хуило, блядь! И у некоторых атак это Мазур. Есть партнер или сам, или отдавай! Или сам будет бежать! Или пора отдать! Пусти ворота! Арби! Ох, блядь! 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 О Wohnz俊ев уже, как казалось, подката. Вася ушел, Вася готов был желтое заработать! Да, скакал мяч и читал траекторию этой передачи, до конца не дергался, Арби. Да, скакал все-таки мяч, да, не идеальный пас. Блядь, как не забил... Низом надо, блядь! Пока еще раздач нет. Внимание. Это Вазор вразрез. Классная передача. Корж может ускакать. Фильм не получился. Все, ножки забиты. Забиты ножки. Бля, Костян так уху не будет. Это пиздец. Че сейчас Костян за лезгинку ебанул, бля? Ну и передача какая в ножку. Аккуратная, удобная. Вот по сути первое касание здесь было определяющим. Могло стать определяющим. Нервах и атака Титана. Это никакой не повтор. Это прямой эфир. Удар будет ближний. Зирико. Добивание. Ваня. Добивание не добили. Шиня. За что, почему, когда, зачем? Что-то он сделал. Я не видел. Давайте разбираться. Вы что там показывали? Узилы ебаные. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь там? Слышь, бля? Эй, бля. Давайте смотреть, если до сюда Зириков добьет. Кто это сделал? Шина. А что сделал? А что сделал? Спрашивает у Филимонова, кто сделал, что сделал. Шина. Переспрашивает главный арбитр. И... Желтая вроде, да? Красная. Красная? Сначала желтая показала, а дальше? Не, красная. И красная. Это красная. Это прямая красная. Что было? Ударил поворотом с брови. Не, он подал мяч, видимо, таким образом. Ну, за это желтую дают обычно. Мне показалось, что Тришни сначала достал желтую, а потом уже, видимо, за реакцию. Показал и красную карточку. А, он забил, да? Или нет? Нет, нет, нет. Не, нет, нет. В ворот мяч пригодился. И арби ему обратно, да? Ну, вот и поиграли. Да хуйня полная. Шина не в ворота попала. Там другой мяч в ворота залетел. Они хуйню устроили, блядь. Ну, бывает на хуйню. Он выбил мяч. Чего они хуйню страдают? А мы сейчас обьем гол, кстати. Блядь! Когда уже забьем, блядь? Блядь, блядь, ну че забьем? Ну давай мы в футбол поиграем. Ну, ебану сын. В полуфинале. Ну да. Так, внимание, контратака Броуков правым флангом. Нужна передача или дриблинг, или упасть. Ой, какой пас. Чуть не дошел, но все-таки до своего доехал. Бить надо. Без удара нет. Голо. Удар. Рикошет угловой. Блядь. Давайте, давайте, давайте. Просто пробей правый. Светлые, тоже кинематографичные глаза Коржа. Он, кстати, на тришну похож. Удача на ближнюю штангу. Удар! Гол! Гол! Ставы! Гол! ДАВА! ДАВА! Лучший брат! Это мой брат! ГИЛЬ! 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 Чей это брат? Это мой брат! Кто не знал или я забыл, ДАВА мой брат! ИЛЬЯ ДАВЫДОВ 1-0! Мы же говорили, что стандарты могут сегодня решить всё! Давай, давай, давай! Давай, блядь! Давай, блядь! Давай, блядь! ДАВА! 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 Смотрим повтор. Подача от ворот. Опять зонная оборона! Зонная! Но встали одним этим большим чёрным блоком во вратарской и позволили ДАВАДУ, одному из самых опасных, разбежаться, беспрепятственно выпрыгнуть и точно так же беспрепятственно кивнуть. Так, чтобы ещё и с отскоком от газона. А это всегда проблема для кипера. Ну и чуть-чуть не хватило Арби. Чуть-чуть не хватило Арби. Не долетел вратар Титана. 1-0! Броуки впереди! Нужно решение Биря! Похоже, это всё. Время истекло! И... Они побежали забивать ещё! Ох, обжечься можно! Ох, обжечься можно! 3-3 атака! Выбей ваут! Кричит Егоров! Выбейте ваут! Кричат все! А игра продолжится! Что ты делаешь?! Убеждают те, кто начинают серию пенальцев. Это буллита! Аут! 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 Долбоюб, блядь! Алисчат, блядь! Костя, работай! Давыд не справляется! Скидка! Момент может возникнуть! Вот он момент! Удар! И это угловой игра продолжается! Угловой играть в футбол! Угловой играть в футбол! Тришин увидел! Петровым, Жекичем! Итак, внимание! Подача! Возможно последний эпизод! Окей, расслабься, все, блядь. На кону золото! И ты не выбиваешь мяч за пределы поля! 1-1! Детальный повтор вот этого гола. Здесь фола нет. И бах! И оффсайда нет. Бабам! Даже пассивного. Это супер удар. И рикошет легкий, и сириков без шансов. Вот не будь рикошета! Оцените гол по десятибалльной шкале. 8. Нормально? Да. С половиной. Хороших улетать вам, Илья! ЗИРИКОВ! 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 В этой встрече это пенальти. Удар 1-0! Мазур против Шаплякова. Максимально сфокусирован. С правой ноги и тащит Шапляков! ЗИРИЮЩАЯ МУЗЫКА Титан, Маврин, стоит демон. Удар Маврина без разбега, а это гол! А там потасовка, а я знал, я знал, я не хотел говорить. На МКС помнишь, что сделал Маврин после забитого мяча? Нарвался на конфликт, здесь кажется было то же самое. Я не увидел, что он сделал, но вот гадалки не хотели, это Вася. Но был такой же фейк-проход, когда у них была серия Буллитальти в регулярке. И он тогда зашел наоборот к Броукам, да, там какой-то тоже такой. Походу Маврин удален был, потому что есть и Тришин рассверепел. Это напряжение ничем не сравнимое. Забир, справился. Кстати, тяжелый момент. Итак, разбег. Удар, поворот, а он передоходит, а не забил. Да! 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 Еще, 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 еще. Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Иногда такое ощущение. Внимание! Забил! Засосало! Самый угол! 2-2 Давай, как стояли, как стояли Береков, Береков, мягкий разбег Зириков, Зириков, Зириков Погнал что ли? Или за-за? Удар по воротам разложил Зирикова Упорно до самого конца За все мячи боролся, за все цеплялся И вот она, проверка на нервы Рзаев против Шеплякова Удар забивает 3-3 в этой серии Молодец! Молодец! Я сейчас не секретно, я умру Я тоже сейчас знаю Я ушел, я ушел Я ру, у меня голова Я ушел уже Я тоже ушел Харлам Внимание, Харламов Зови! 4-3 Титан Как забил? Как забил, скажи Подним Он мог вытащить Есть еще один незавершенный эпизод в этой встрече И вот он булит И вот он булит Титан чемпион! Я баху, у меня нет слов Я баху, у меня нет слов Вы лучший брат Ребят, ну что я могу сказать В такое сложно поверить, но это правда Такие сценарии Даже самый больной псих не выдумает А у нас получилось как-то Мы сегодня проиграли очень много Очень много Денег, возможностей Но Мы и выиграли немало В первую очередь команда, которая у нас есть Они молодцы Я им могу сказать только спасибо за сезон Они от себя сделали максимум Мы от себя сделали максимум Такой наш результат Второе место Снова титул от нас ушел в финале Кто-то назовет это проклятием Но я назову это жизнью Продолжаем Завтра я проснусь Пойду на тренировку Ребята немножко отдохнут Мы выйдем из отпуска И будем снова штурмовать эти кубки и титулы Спасибо, что вы смотрите Спасибо, что вы следите Так бывает Не расстраивайтесь сильно Мне больно Надеюсь, вам Менее больнее, ребят Но это реально жизнь Чуть другого и не скажу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok